МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания Круг Новости. С обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы и я, Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите... Разгул вооруженной преступности в Одессе. Нападение на инкассаторов и подготовка боевиков для совершения групповых преступлений на территории города. Одним здоровье, другим неприятности. Жильцы дома по улице Пушкинской устали от шумного фитнес-центра у них над головами. 29 сентября по инициативе Аграрной партии прошла масштабная акция по уборке территории известного на всю Украину курорта Куяльник. В Одессе одно за другим совершаются тяжкие преступления. После четырех покушений на общественных активистов произошло ограбление инкассаторов. А в городской гостинице поселился целый отряд вооруженных людей. Подробнее расскажет Александр Виноградов. Вечером 28 сентября в центре города четверо вооруженных огнестрельным оружием преступников ранили и ограбили двоих инкассаторов. Похищено 3 миллиона 400 тысяч гривен. Разбойное нападение на частную фирму, которая занимается инкассированием. Частная фирма, которая занимается инкассированием обменных пунктов, опять же частных. Открытого лунного производства 187, часть 4, разбойное нападение, два пострадавших. Оба их ранения в ноги, одного в пятку, одного в бедро. Оба находятся в больнице. Полиция сразу же ввела в действие оперативно-розыскной план «Сирена». По истечении трех суток поиски не дали результатов. За это время преступники с деньгами могли покинуть территорию Украины. Задержать 25 вооруженных мужчин в городской гостинице помогло сообщение бдительного одессита. У них изъяты ружьи и патроны. Остается установить цель приезда группы в город. Полиция просит граждан и дальше сообщать о подозрительных лицах. Происходит все это во время операции по так называемой отработке города и области, когда охрана порядка вроде бы как должна осуществляться в усиленном режиме. Как же тогда проводится работа по предупреждению преступности? Ведь в полиции есть сеть агентов-информаторов. Очевидно, уровень подготовки сыщиков не соответствует современным требованиям. И снова тема брусчатка, исчезающая с городских улиц. Как стало известно, она пропадает не только с самих улиц, но и с специальных складов, на которых она должна была храниться. Та же печальная участь постигла и гранитные старинные бордюры, когда-то ограждавшие проезжую часть. Одесский журналист Ярослав Берендаков утверждает, исторический камень просто продают за границу. То, что с одесских улиц куда-то стала исчезать историческая брусчатка, ни для кого не секрет. Как прочим, и то, что исчезает она не только с улиц, но и со складов, где как бы она должна храниться для дальнейшего использования культурного блага города Ради. Причем в последнее время к брусчатке добавились еще и гранитные бордюры. Те самые, которые украшали одесские улицы на протяжении двухсот лет. Так, при замене покрытия у театра мускомедии дорожники заменили и ограждения, поставив вместо старых и ценных бордюров дешевый новодел. Я уверен на 99,9, что гранитные бордюры, которые сейчас снимают при реконструкции дорог, тротуаров, они продаются. Почему? Потому что когда я в мае месяце был с другими коллегами на складе КП «Городские дороги», куда свозится брусчатка, в частности, на хранение, потому что брусчатка и бордюр – это являются старинные элементы, которые, согласно решению горосполкома 2015 года, находятся под охраной. То есть их нельзя ни выкидывать, ни продавать. Их надо отвозить на склад балансосодержателя всех дорог в Одессе, КП «Городские дороги», и потом их использовать в других местах, где, как говорится, они подходят и по своим техническим показателям, и по внешнему виду. И там, на этом складе, вообще ни одного бордюра я не видел. Между тем, как уверяет Ярослав Бериндаков, который давно занимается и темой исторической брусчатки, и тем, куда и как вывозится это культурно-историческое достояние Одессы, по имеющейся у него информации, кто-то, весьма приближенный к мерским чиновникам и городским службам, торгует гранитным и лавовым камнем направо, а вернее налево. Я достоверно знаю, что нашу брусчатку, Одесскую, продают за границу, в частности в Чехию, примерно от 73 до 80 евро за квадратный метр. Это действительно есть такое. И ее просто оформляют на таможне при вывозе, они не пишут, как оно есть, там, брусчатка, они пишут, наверное, там, камень гранитный, да, и все, и вывозят, продают в Чехии, с удовольствием покупают. Но что здесь скажешь, эта городская власть под видом заботы о горожанах умудряется обокрасть свою громаду даже не один, а несколько раз. Сначала нам устраивают новодел, мол, он даже лучше старого, дореволюционного, а потом это самое дореволюционное по-тихому распродают. И вот самое страшное, заменяя историческую брусчатку, уничтожая под видом реконструкции площади и улицы, убивая под видом ремонта парки и мосты, наша городская власть лишает одесситов главного, самого города. Той Одессы, которую они благополучно разворовали и продали, оставив после себя нашим детям пластиково-гипсокартонно-плиточное убожество. Бизнес может помочь сохранить здоровье, а может его отобрать. Причем одновременно. Так бывает в тех случаях, когда коммерческие интересы ставятся превыше всего. Что такое спортивный зал над головой, знают жильцы дома по улице Пушкинской. Жилой дом номер 27 по улице Пушкинской. Несколько лет назад на верхнем этаже появился спортивный зал с тренажерами. Нормальная жизнь для соседей из квартир снизу закончилась. С восьми утра до десяти вечера над головами жильцов гремят музыка и железо. Третий этаж решением Приморской районной администрации был выведен в нежилое помещение. 380 квадратных метров. Ну, типа мефический какой-то такой, заулированный медицинский центр какой-то. Люди здесь и больные, и после работы хотят отдохнуть. И как человек, зная, что по низам живут люди, без звуковой изоляции устроил вот такой у нас тренажерный зал. Это одно. Второе, что еще на сценах, несущих сценах появились мелкие трещины. Коридоры, ванны у нас. Это угроза разрушения здания. Живешь как, я знаю, в сумасшедшем доме или где, все время шум, крик. Ну, не лежать на кровати нельзя, не ходить, ничего. То упустят эти, тренажер, то эта дорожка, это же ужас. Когда начинается, они включают на всю мощность, им же одинаково. Ну, дорожка-то беговая. Ну, в общем, что вам сказать, никуда деваться. Куда не пойдешь, оно всюду слышно, потому что у них нету изоляции и пол из кафеля. На переписку с разными инстанциями, как обычно, ушла куча бумаги, времени и нервов. В результате ничего. Навести порядок должна была бы муниципальная власть. Так делается в цивилизованном обществе. У нас наоборот. Нам отовсюду пришло, что к нам за разрешением по поводу реконструкции третьего этажа заданной отрезки не проводилось. То есть это самострой. Обратились к Труханову, в городскую администрацию, ну, головой городской администрации. Труханов, мы ходили, проходит месяц, 6-го, 0-5-го, где-то мы ему отправили это заявление всех жителей дома. Ответы не получили. Я когда пошел разъяснил, типа, почему ответы нету, где-то прошло месяца полтора. Они сказали, что, типа, ну, вам же с доби пришло. Областная контора ГАСКа выдала предписание о приведении помещения в первоначальное состояние. Но хозяину его так и не вручили. Руководство тренажерного зала «Смальф» сказали, что вы можете куда хотите жаловаться, этот бизнес там каким-то образом повязан, там, непонятно, с Труханом или с кем, ничего вы нам не сделаете. И вот я, ходя по этим инстанциям, мы, жильцы, убеждаются, что действительно, никакой реакции на наше заявление. Жильцы ждут ответа на коллективное письмо губернатору. Вина за последствия конфликта целиком будет лежать на городской власти. Александр Виноградов, Андрей Тереченко, телекомпания «КРУ». Одесситы, проживающие в домах по улице Ильфа и Петрова, страдают от халатности коммунальных служб. Еще два месяца назад в зеленой зоне между домами начали ремонт тротуарных дорожек. Старое покрытие сорвали, засыпали песком, однако положить новую плитку забыли. Состояние тротуарных дорожек, расположенных в зеленой зоне между домами по улице Ильфа и Петрова, в несколько раз хуже, чем до так называемого ремонта. Куски сорванного асфальта валяются на месте бывших уже дорожек. Также сорванные бордюры. Везде лежат кучи песка. Ходить здесь весьма проблематично. Мамочкам с колясками тем более. Пожилым людям пройти здесь без угрозы для здоровья и вовсе невозможно. Разрыли там песок, разворвали плитку и ничего не сделали. Как рассказывают местные жители, как бы ремонтировать. Дорожки начали еще месяц назад. Все, что было, разрушили, поснимали, а сделать ничего не сделали. Только еще больше испортили тротуар. К тому же, во время непогоды куча песка дождевой водой смывается в ливневке. Тем самым забивается ливневая канализация. И в результате во дворе образовываются огромные лужи и грязевое болото. Песком засыпали, пытались ровнять. Привезли вот плитку и оставили. С лета еще, с начала августа это все происходит. Ходить вообще невозможно здесь. Пройти очень тяжело, болото постоянное. Разрыли камни, набросали там. Не пройти, не проехать. Тут у меня подружки с колясками. Ну, начали и не закончили. Вот эта мишура закончилась, для школы тоже построили. Для галочки привезли вот эту зелень, все эти камни и оставили так. Ну, конечно, лучше бы вообще уже ничего не делали. Отметим, что купленная за бюджетные, то есть за наши с вами деньги, плитка, который месяц лежит под открытым небом и уже частично разворована. Так что если не принять меры, то укладывать дорожки будет нечем. Впрочем, зная любовь городской власти к процессу укладывания плитки, на нас они экономить точно не будут. В минувшие выходные по инициативе Аграрной партии прошла масштабная акция по уборке территории известного на всю Украину курорта Куяльник, в которой приняли участие члены молодежного крыла Аграрной партии, а также студенты и преподаватели Одесского экологического университета. Вместе с одессидами принимал участие в акции и лидер партии Виталий Скоцек. Всего за несколько часов работы активистам удалось убрать и вывести несколько десятков тонн мусора. Куяльницкий лиман, знаменитый на весь мир санаторий, известный своими лечебными грязями и, к сожалению, совсем не лечебным мусором, который покрывает все побережье лимана. Минувшую субботу по инициативе Аграрной партии прошла масштабная экологическая акция по очистке прибрежной зоны известного на всю Украину курорта Куяльник, в которой приняли участие члены молодежного крыла Аграрной партии, а также студенты и преподаватели Одесского экологического университета. Я понимаю, что следует большое осушение лимана, в том числе и в этом году стал огромный соляник, вот там, вот с той стороны и с этой стороны. И чем больше он сохнет, тем больше мусора выплывает наружу, поэтому он весь гниет. И тут же грязевая лечебница, и все качается отсюда. И даже я в этом году тут отдыхала и мазали над этим грязью, понимаю, что там попадаются куски стекла. Дуже много скла, пластиков, он никак сам не раскладывается, поэтому люди лишают и забрутают. Не вы подивите, вот там, где болото, там очень тяжело было собирать сметки, поэтому нужно дошки ложить, проходить и собирать, потому что мы это не сделаем сейчас, это не сделает никогда никто. Народ, давайте сделаем, как говорится, одесситы, давайте делать немножко наше окружение чище. Видишь мусор, подними. Давай начнем хотя бы с этого. Субботники по расчистке побережья лимана проводятся регулярно и по традиции самое активное участие и в организации в проведении этой экологической акции принимают представители аграрной партии Украины, в том числе лидер этой политической силы Виталий Скотцик. Для нас притаманно те, что мы думаем про экологию, про все, что относится к жизни людей, это и про воду, чистый поветр, качественные продукты, харчевание и, конечно, здоровье людей. И вот тут, сегодня на Одещине, в нашем славном санаторею Куяльник, мы разом с молодежной организацией, с разных точек нашей страны прибираем сметки. И это дещо символично, чему? Потому что, я думаю, что пришло в тот час, когда нам нужно очищать нашу хату, державу от того сметки, которое накопилось за 27 лет независимости. Общими усилиями вместе с общественностью мы проведем порядок. И я тут знаю, что есть директор санатория Куяльник, он сильно болеет за это место. Он все принимает усилия для того, чтобы привести порядок сам на санаторий Куяльник. И так общими усилиями мы проведем порядок, чтобы люди здесь могли спокойно отдыхать, любоваться природой, любоваться этим уникальным хранилищем. То, что именно Аграрная партия принимает участие в таких экологических акциях, совсем не случайность. Как, впрочем, и то, что среди членов партии такое огромное количество молодежи. Как рассказали представители этой партийной силы, накануне в Беляевском районе в партию были приняты более 100 новых членов Аграрной партии. А накануне стало известно, что именно Одессит Виктор Егоров был выбран главой всеукраинского молодежного крыла партии. Это одно из наиболее проблемных мест для города, где с точки зрения экологической безопасности больше всего нужно какое-то вмешательство. Наши, имею в виду людей, просто одесситов. Мы призываем всех подключаться и, вне зависимости от политических окрасов, стараться помогать и убирать вокруг себя. За несколько лет своего существования Аграрная партия смогла добиться огромных успехов, показав всем украинцам, что эта политическая сила защищает интересы не только жителей села, но и всех граждан нашей страны. Это не только отраслевая партия, это партия всего украинского народа. И сюда все новые, новые идут люди, молодые. В рядах нашей партии нет чиновников, нет и прошлых деятелей, которые довели страну до того состояния. Сегодня это новые люди. Они видят, что новые лица, новый лидер, тоже новое лицо в политике. И люди тянутся, потому что это люди справженные от земли. Они знают, что такое труд, знают, что такое хлеб. И знают, что для того, чтобы страна развивалась, надо трудиться прежде всего. И возможно, как раз такая успешная деятельность Аграрной партии стала, что называется, поперек горла другим политическим силам, которые предприняли попытку настоящего рейдерского захвата партии. Непростая сейчас ситуация, как в нашей стране, так и в самой партии. Непростая, потому что идет рейдерский захват, попытка, борьба за то, что все-таки третье место, и это помеха другим партиям, очевидно. И Одесса в данном случае занимает очень важное стратегическое место, место, где концентрируются силы. Силы, которые все эти годы создавали партию, которые борются за нее. А молодежь, она в партии сегодня занимает чуть ли не основное место уже. Потому что именно молодежь видит перспективу в аграрной теме, в аграрном направлении в этой стране. Хватит видеть нашей стране сырьевой придаток. Мы, граждане Украины, вполне способны не только производить, но и перерабатывать. Не только наполнять свой рынок продуктами питания и промышленности, но и поставлять продукцию на мировые рынки. И молодежь в этом смысле видит будущее именно за аграрной партией. Своё будущее. Здесь и сейчас. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я вам желаю только хороших новостей. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 2 октября в Одессе переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 выше нуля. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.